Я хочу сказать вам всего четыре слова. Славься, славься, великий Владислав. Можно ли вообще стать зависимым от этих добавок? Ну, конечно, можно. Как вы сделали тайскую жабу из своих баночек? Харизма. Сексуальность. Студенты, школьники. Мне будет страшно, капец, но я приеду. Всем привет, друзья. Это снова Валид Султанов и это подкаст Эволайт. Как вы помните, мое имя до сих пор на этикетке самого крупного бренда по самым качественным пищевым добавкам для иммунитета, для вашей инфраструктуры мозга и для многого-многого, чего вам необходимо. У нас как по-прежнему в гостях основатель со своим основателем. Можно? Влад Калмыков. Поплодируйте ему, давайте. Здравствуйте. Влад, привет. И у нас по-прежнему продолжаются интересные беседы в нашем подкасте. Я рад, что сегодня с тестировщиком вашего продукта. Правильно я понимаю, что твой прекрасный сын Женя был создан в результате еще и употребления Эволайт. Был как-то заложен фундаментально. Ну, была гипотеза, что применение пищевых добавок, которые развивают иммунную систему организма или нервную систему, мозг, мышление, могут повлиять на развитие ребенка. Но они не подтвердились. Вот Жене год, как бы, ну, видишь, результат не очень. Достаточно быстро. Мне пять лет. Ну что ж, мы это вырежем. Ну что ж, мне пять лет. Зато он говорит правду. Он говорит правду. Пять лет говорить правду, это на самом деле не так-то и просто. Просто вообще-то, да. Я правильно понимаю, что ему пять, и он тоже принимает твои продукты. Да, вообще мы не рекомендуем, например, ежовик детям, потому что нет исследований на тему того, как действуют действующие компоненты. Хорошо, ты можешь громко говорить. Хорошо? Раня, что ты ешь? Что ты ешь? Шоколад с ежовиком. А это не запрещено? Мы не рекомендуем, но я на свой страх и риск, как родитель, все же, экспериментирую и я, честно говоря, на детях не замечаю особой разницы. Вот Максим, вот за кадром, да, старший сын мой, он во время учебы, я как бы даю ему попилюли, и он говорит, что легче делать уроки, восстанавливаться. Так называют нынче пиздюли? Ну да, в целом, даю попилюли. А и попилюли, чтобы учился лучше. Да, и даже вот он у него, когда заканчивается, он приходит, просит еще. Но в целом, вот в обычной жизни, я, пойдешь в кадр? Так же на коленке. Не надо, меня закроют. Пойди, пойди в кадр. Я не заметил на детях какой-то особенной, да, истории. Женя, ты заметил? Ну, так или иначе, по крайней мере, я уверен в том, что это абсолютно безопасно. Если говорить про иммунитет, про активатор иммунитета, то у меня вся семья Жека по пилюльке каждый день, я по две, Софи. И не болеют. Ну, значительно реже. Ну, то есть, значительно реже мы болеем. Но есть с чем сравнить? Есть с чем сравнить. То есть, раньше какие-то были простуды, да, там что-то еще, сейчас нет? Ну, в основном кашель. Вот, как бы то, что сложно вылечить, кашель проходит за три дня. Я могу сына у тебя спросить? Да, конечно. Женя, привет. Привет. Женя, скажи, пожалуйста, вот ты когда ешь умный шоколад? Умный шоколад. Парапапам. Что ты чувствуешь? Есть какой-то эффект, ну, ты чувствуешь? Ну, умность. Умность. Умность? Что такое умность? Это как проявляется? Это такое чувство, когда ты усомневаешься умным. А где ты обычно умным, ну, вот? Где ты применяешь это? Применяю? Да. Например, в садике, да, там? Угу. То есть, такие все глупые, а ты такой, а я умный, да? Угу. Смотри на Валиты. Угу. Ну, какие-то кроссворды решаешь просто, рисуешь интереснее. Как это проявляется, умность? Умность? Да. Проявляется, но... Ну, как ты почувствовал умность? Ты там почувствуешь, что ты умнее, да, как будто бы? А, вот ты о чем. Да, вот я о чем. Ну, тогда я это... Ну, не стесняйся, расскажи. Ну, Жень, ну мне очень интересно. Очень интересно. Расскажи. Что с шоколадкой делать? Я очень хочу попробовать, но я не знаю, что будет со мной. Расскажи, что будет, если я съем умную шоколадку? Ты будешь умным. А как это будет проявляться? Меня будет... Ну, я буду выделяться среди людей обычных? Конечно, будешь. То есть я буду идти все-таки умный, да? Или как? Говори, говори. Как есть, говори. Не надо скрывать ничего. Ну, я всем это расскажу все. Надеюсь, не все. И они об этом узнают. А ты тоже станешь умными, если все попробуют такую шоколадку. Все станут умными? Угу. Ставим младенцем. Хорошо. Ну, ты рекомендуешь шоколад? Ну, конечно. То есть деткам можно, таким, как ты? Ну, конечно, можно. Интеграция 100%. Спасибо, Женя, это было круто. Иди к мальчику. Женя, это было очень круто. Молодец. Класс. Женя, ну это вообще офигенно. Продолжаем. Продолжаем. Понял по поводу детей, по поводу иммунитета. Давай разберемся сегодня с наиболее, самые наболевшие такие вообще, ну, недуги людей. Потому что у меня сейчас в руках усилитель воли, харизма и сексуальность, например, да? И, конечно же, усилитель мозга, про который мы неоднократно говорим. А, и еще активаторы. Прям с иммунитетом все понятно. Это, в целом, как будто бы база для того, чтобы укреплять свой иммунитет. А что, да, допустим, какие недуги, от каких недуг? Давайте разберем сейчас усилитель воли. Чем мне, как человеку, да, мечтающему построить внутри себя крепкий организм, иммунитет и в целом вообще быть крепче, чем это мне поможет? Чем мне поможет усилитель воли? В целом, я обращаю внимание твое и драгоценных наших зрителей на то, что мы не занимаемся лечением недугов. Мы занимаемся развитием и восстановлением природных систем человека. Это чуть-чуть другая философия, другое направление. Недуги лечат фарма, недуги лечат врачи, лицензированные, люди со специальным образованием. А мы занимаемся тем, что развиваем и усиливаем то, что в человеке уже нормально работает. То есть, иными словами? Если говорить про усилитель силы воли, то это сильнейший адаптоген. Что такое адаптоген и для чего он нужен? Адаптоген позволяет организму легче адаптироваться к физическим и стрессовым нагрузкам. Условно. У клетки есть запас энергии какой-то. Мы все состоим из клеток, и там есть в митохондриях запаса энергии, и клетка не может выработать весь свой запас энергии. У нее есть, допустим, 20%. Когда 20% подходит к концу, она такая, о, все, пора отдыхать. Вот если так гонять, да, 20% быстро закончится. Я думаю, я знаю, что он принял. За время отдыха эти 20% восстанавливаются. Если они не восстанавливаются, то человек просыпается уставшим. И плюс стресс, раздражительность. Плюс стресс, раздражительность. Адаптоген позволяет клетке использовать не 20%, а условно там 27, чуть больше, но и помогает запустить восстановительные процессы, активировать их и восстановиться быстрее. Таким образом, условно говоря, у человека появляется, ну увеличивается батарейка и увеличивается скорость зарядки этой батарейки. В основном, это как бы прям сильно видно, когда человек занимается в зале, занимается построением своего тела, занимается физическими нагрузками, либо спортом. Тогда эффект от усилителя силы воли прям сильно яркий. Понял. Но мы сделали продукты таким образом, чтобы каждый продукт поддерживал другой продукт. В целом можно, всю линейку в целом можно. Она так и построена. То есть мы даже вот называем эту линейку супергерои мегаполиса. Ух ты. Мы ее собрали для того, чтобы житель мегаполиса мог получить максимум от своего потенциала и развивать его без потерь, без каких-то просадок, без перетренированности, без великого стресса и в целом чувствовать себя суперчеловеком вот уже с этими добавками. Это офигенно, кстати. Если мы говорим про жителей мегаполиса, куда все стремятся сейчас, думая, что в мегаполисе можно что-то больше получить, в плане денег, возможностей, то, конечно, это незаменимая вещь для того, чтобы не чувствовать урон, который причиняет тебе мегаполис в целом. Но тут не чувствовать его-то не получится, но получится с ним что-то сделать. Причем организм автоматически сделает это. Вот в чем прикол, что, условно говоря, система восстановления энергетического потенциала организма работает автоматически и повлиять на нее как-то извне, типа умом, проблематично. А этот продукт позволяет автоматически запустить ее в космос. В космос, да. В тот космос, Жек. Если вы решили стать героем мегаполиса и отважно поехать завоевывать весь мир, покорять вершины небоскребов в Москва-Сити, то Усилитель воли, я думаю, точно необходим любому жителю мегаполиса, ну и, конечно, новому герою нового мегаполиса. Бэтмену? Как минимум Бэтмену, как максимум Бэтмену. А давай я еще отвечу на вопрос, а почему тут сила воли если ты просто добавишь адаптогену, понятно. Дело в том, что... О, я без кристалла. Батюшки святые. Женечка, могу попросить у Арсения... Как ты это сделал? Женя, а как это происходит? А как ты это сделал, Женя? Женя, а как ты это сделал? А где мой кристалл? А как ты это сделала? Женя, давай, покажем в кадр два кристалла. На счет три. В какой кадр? Ты в свой, я в свой. А, в тот? А ты так тысяч смонтируешь, да? Да, раз, два... Женя, не договаривались. Раз, два, три. Отлично. Есть. Было? Было, было. Так вот, сила воли, это как раз именно вот этот энергетический потенциал, ну да. Продолжается. Да? Так. Урок не пройден? Нет. А, во, доверие мирозданию? Вчера была. Социальная гармония? А сейчас? А теперь доверие мирозданию. Ну так доверяй мирозданию тогда. Это самый трудный урок. Отпустить контроль. Так вот, по поводу воли. Вернемся к нашим продуктам, усилитель силы воли. Можно стоять для фокусировки. Итак, сила воли как раз и воспринимается, то есть энергетический потенциал организма, уровень его как бы волевого влияния, сопротивляемость внешним факторам и событиям, не болезням, а событиям. Событиям. Это и есть проявление силы воли. И как бы часть вот этого биологического ресурса энергетического как раз и является силой воли. И если мы получаем возможность потратить не 20%, а 27%, например, мы как бы больше воли получаем. Но и завтра она восстанавливаться успевает. То есть мы как бы в целом становимся более волевыми людьми. Можем больше сделать, где-то не сдрейфить, куда-то пойти, заставить себя, перебороть себя в каких-то моментах. Я не говорю, что как бы в целом нужно себя забороть и нет. Но иногда воля и дисциплина – это то, что действительно нужно. То, что приводит к результату. Дисциплина важнее, мотивация. Соответственно, вот продукт, который позволяет легче поддерживать дисциплину. О, я хочу попробовать. Ну, я как бы в целом стараюсь сделать это самостоятельно, но теперь мне интересно, как это работает с усилителем силы воли. Что ж. Что ж, перейдем к другому продукту. Здорово, что у вас баночки крепкие достаточно. Да. Вы не думали их сделать из неразбиваемого какого-то материала, чтобы, ну, все бывает. Ну, ты же не разбил? Я не разбил. Получается, неразбиваемый. Ну, благо здесь полы мягкие. Ну, ты же не разбил? Я же не разбил. Ну, получается, неразбиваемый. Ну, давайте кто-нибудь, если разобьет, тогда... Тут дети. Кристалл? Нет. Возьми другой какой-нибудь. У тебя же свой дома есть. Свой? Ну. А вон он у тебя лежит. Иди к Маке посиди, Жень. Так, хорошо. С силой воли мы разобрались. Обалденно. Ну, спасибо, что очень развернуто объяснил, потому что пока, ну, до этого была какая-то, ну, просто супер какая-то вещь, которая необъяснима. Именно радиола, розовая, корень Женьшеня. Именно эти компоненты помогают этим... Ну, это основные компоненты, там еще есть вспомогательные, если вы посмотрите на обороте. А, о-о-о-о, да-да-да-да-да-да. Экстракт лимонника. Да. Микрокристаллическая целлюлоза. Ну, это наполнитель. Янтарная кислота. Янтарная кислота, экстракт лимонника, корень Женьшеня. Капуста, желатиновая. Капсула. Капсула. Не бывает. Наполнись. Наполнись. Капуста, желатиновая. Окей, понял. Разобрались. Иммунитет. Сила воли. Бомба. Ижегребенчество. Усилитель функции мозга. Самое интересное, до чего мы дошли. То, что мне пока что непонятно. Надеюсь, ты расскажешь всем про это. Харизма и сексуальность. Что это за такое вообще? Харизма и сексуальность. Это две ноги, на которых человек идет вверх по социальной лестнице. Харизма и сексуальность. В эфире. Харизма и сексуальность. Я говорю, харизма, ты говоришь, сексуальность. Харизма и сексуальность. Радио, харизма и сексуальность. Можно в Костонаре открыть такое? Радио. Харизма. Реакция. Ноль. Харизма. И сексуальность. Наполнись. Итак, как я уже и говорил, мы делали продукты для четырех основных систем. Да. Ну, для тела это самое важное, это сопротивляемость. Получилось. Почти. Сопротивляемость внешним вирусам, бактериям, ну, короче, болезням. Для... Там урок за уроком, походу, сегодня будет вообще. Там получают урок за уроком. Нам наполучалось. Для... Харизма. И сексуальность. У нас харизма и сексуальность буксует вообще. Две ноги пока что не раздвигаются. Упала шляпа. Харизма и сексуальность. Харизма и сексуальность – это социальные составляющие жизни человека. И у нас здесь есть вот эмоциональная машина, она как раз отвечает за формирование социальных уроков. Это там, где мозг нарисован? Нет, это там, где сердце. А, следующее. Да. Если видно, да. Условно говоря, предыдущее. Предыдущее. Да, я понял. Сердце. Эмоции и игра. Да. Эмоции и игра. И как раз эмоции и игра, и это и есть харизма и сексуальность. Сексуальность, да, кстати. Очень похоже. Мы собрали компоненты, которые позволяют улучшить состояние кожи, волос, ногтей, хрящей, суставов и лимфы, что самое главное. Потому что оказалось, что чистота лимфы влияет на то, какое впечатление от человека производится в социуме. Оно влияет на выработку феромонов, и чистота лимфы влияет на натуральный запах человека, который не осознается, но чувствуется. То есть, как запах феромон, можно сказать. Ну, да. Как их называют. Да. И условно говоря, чем чище у человека лимфа, тем вот это свечение, влияние у него социальное появляется. Природное такое. Да. Ну и, соответственно, для любого человека кожа, волосы, ногти. Это показатель его здоровья, и это то, на что любые оси противоположного пола неосознанно смотрят при выборе партнера. То есть, можно сказать, что это такой невербальный магнит, получается, для противоположных особей. Да. Ну и не только для противоположных особей. И для... Если ты приходишь на переговоры, а твой партнер выглядит так себе, да, там у него какие-нибудь язвы на лице, и он лысый, и от него пованивает, ну, вряд ли... Как бы, если ты с собой не можешь собладать, то как ты там контракты собираешься выполнять, и вообще, что у тебя за компания, с себя не можешь построить. Просто внешне даже. Это то, про то, что ты говорил, что мы идем к такому моменту, да, цивилизации, что человек будет приходить и оценивать ресурсное состояние, то есть... Сколько в тебе золота, насколько ты драгоценен сейчас, могу ли я делать дела с тобой? Можешь ли ты своим состоянием влиять на реальность, на других людей, в состоянии ли ты удержать вокруг себя команду, как с тобой общаются люди, доверяют ли тебе. Это все относится к социальным составляющим, и это все харизма и сексуальность. Более того, ну вот я начал, как бы я все тестировал. Меняется внутреннее состояние даже, то есть появляется состояние уверенности какой-то. От этих компонентов? Да. Ну это странно. Как бы это тоже, это вот как у нас с Ежовиком, это тот эффект, который мы не планировали, но он есть. И, ну, не знаю, можно говорить нет, но в общем оргазмы ярче становятся. Может быть это связано с уверенностью, может быть это связано как-то еще с чем-то. Но это прикольно. Вот я рекомендую всем попробовать, да, хотя бы из-за этого. Ты будешь пробовать? Ярче оргазм. Мне очень интересно, как вы подбираете компоненты для вот именно вот этих восстановительных и усилительных. То есть кто у вас этим занимается? Кто занимается подбором? Вы это исследуете, просто вслепую тестируете, находите какие-то разработки и дорабатываете их. Как вот эти потрясающие суперфуды получают необходимые и правильные компоненты? А еще самое интересное, дозировка, в которую вы вкладываете уверенность в том, что это работает. Есть, вот вообще это длинный путь. Первое, что мы делаем, мы заходим на PubMed и читаем исследования. Как? PubMed. Ну это крупнейший сайт, на котором публикуется исследование. По данному вопросу, причем мы берем перекрестные исследования, то есть не только какой экстракт или что-то там действует, условно говоря, на экстракт бамбука, содержит кремний, а кремний связывает воду в клетках и так далее и тому подобное. Нет, мы еще читаем психологические исследования, мы околонаучную тему исследуем, эзотерическую, мы смотрим, ищем какие-то сакральные знания. То есть такой некий радиус оббегаете всех знаний, чтобы понять. И стараемся связать то, что мы получаем воедино. Это получается не всегда, чаще всего это какая-то чушь. И в целом даже исследования не дают стопроцентной гарантии, что это заработает. Но у нас вот условно говоря появляется гипотеза какая-то. И вы ее тестируете? И мы начинаем разделять ее на кусочки, собирать компоненты и тестировать. Обсуждать с врачами, обсуждать с учеными. В институты пишем письма, задаем вопросы, встречаемся. И после того, как у нас есть несколько формул, мы их собираем и начинаем тесты. Я тестирую на себе сначала. Сначала на себе. Я такой, да, являюсь главным фильтром в компании. Я сказал фильтром. Очень интересно у вас медальон, как будто вас выделяет главный фильтр. Если мне не заходит, я отметаю. И это позволяет мне говорить с одной стороны, что Иван Лайт не для всех. А с другой стороны, когда я говорю, что работает, я говорю, что на мне сработало. И я никого не обманываю. Я не говорю, что на всех сработает. Я не говорю, что это стопроцентная гарантия формула. Я еще раз хочу уточнить, что наша задача – быть полезными там, где мы полезны. Нет задачи впарить всем. Нет задачи захватить весь мир. Нет, мы объективно понимаем свое место на рынке. Мы небольшая компания. Но тот продукт, который мы делаем, мы делаем максимально качественно для тех людей, кому это нужно. И когда мой фильтр проходит, мы начинаем дальше тестировать на людях, на друзьях, на знакомых. Я вот на семье на своей тестирую. И если на 80% это работает так же, как на мне, продукт идет в серию. Как долго просил этот тест? Ну, в целом, от самого быстрого, успешного теста до самого долгого? Ну, вот я говорил, что Сеченов мы год уже тестируем. Ежовик мы тестировали примерно полгода. Харизму и сексуальность тоже где-то год собирали. В целом, год это так нормальный адаптационный период? В целом, год это достаточно для того, чтобы попробовать примерно 20 формул и из этих 20 выбрать что-то лучшее. Потому что пытливый ум исследователь не останавливается. Условно, у нас ежовик претерпел за время того, как он на рынке находится, 4 итерации. То есть мы 4 раза меняли экстракцию, тестировали, выпускали на рынок все. Концентрат ежовика все более чистым. ярко выраженным эффектом вот этой, как бы, кристальной чистоты ума. Потому что была побочка, что он туманит ум. Была побочка, что спать охота. Была побочка, что... Слишком яркие сны. Ты говоришь, агрессия. Кто-то не высыпался, то есть мы там сны прибирали. Это на самом деле, если ты понимаешь, что ты экстрагируешь, то в целом это возможно. И вот в итоге ежовик трансформировался вообще в Сеченова. Даже вот так вот. Да. Интересно. То есть мы не останавливаемся, мы постоянно ищем что-то. Поэтому я и не говорю, что мы продаем, условно говоря, БАДы. Мы продаем биотехнологии. То есть если завтра появятся какие-то РНК-вирусы, которые решают вот задачу харизмы и сексуальности, или решают задачу восстановления ума и нервной системы, то мы перейдем на эти там РНК-вирусы или пептиды. Но продукт останется усилитель функций мозга. Просто сейчас под эту задачу восстановления и развития нервной системы, условно говоря, подходят экстракты ежовика в идеологии компании максимально. Появились какие-то дополнительные исследования, компоненты. Вот мы нашли там, допустим, гинка, эльтианин. Мы добавляем в продукт, смотрим пропорции, тестируем. Будет ли какие-то еще, допустим, ну я помню, что у вас есть восемь, да? Восемь сторон. Четыре, но по факту восемь. Как у пирамиды Хеопса. Знаешь, да, что у нее четыре стороны, но по факту она восьмиугловая. Знаю. Очень напоминает сходство вашего кристалла. Будет ли какие-то еще добавляться интересные усилители, восстановители, помимо той линейки, которую вы уже разорвали, ну может что-то грядет в будущем? У нас есть четыре вот основных направления, о которых я сказал. Это активатор иммунитета, усилитель харизмы и сексуальности, усилитель функций мозга и адаптоген, усилитель силы воли. Это основные продукты. Скорее всего, они будут видоизменяться как-то. Но здесь и сейчас, я говорю, я не вижу смысла конкурировать с огромными компаниями, которые производят БАДы по всем. То есть мы делаем сборные, такие продукты собираем, которые гарантированно на 80% людей работают. К ним мы добавляем продукты, ну 1-2, которые усиливают либо закрепляют эффект от этих. Например, у нас есть, ну, Эволайт Суперфуд Плюс у нас так как это называется. Условно, для того, чтобы закрепить эффект от усилителя функций мозга, мы добавляем лецитин подсолнечника. Потому что он содержит фосфатидилхолин, который является строительным инструментом для клеток в целом, для мембран, но также для миелиновых оболочек, это изоляция аксонов. То есть он, наша нервная система практически на 30% состоит из этого, вот фосфатидилхолина, из холина. Фосфатидилхолин. Фосфатидилхолин, да. Если мы говорим про харизму и сексуальность, то, наверное, мы добавим какую-то очень концентрированную омегу. Потому что насыщенные жирные кислоты, или они насыщенные, какие они? Насыщенные, насыщенные. Потому что жирные кислоты, которые содержатся в омеге, положительным образом сказываются на восстановлении, тоже на регенерации кожи. Я правильно понимаю, что сейчас в целом на рынке фосфармы не такой, ну, допустим, взять ту же омегу. То есть нету чистой омеги. Это значит, что она очень дорогая, и не все препараты, допустим, допишешь, там, даже 50 или 60%, там, где-то 20, где-то 30. Как вы, ну, я планирую, что... Подозреваю, что омега – это одна из необходимых компонентов, да, чтобы усилить, да, так скажем... На сегодняшний день нутрициологами считается, что да. Но я еще раз говорю, мы не говорим о том, что мы научный институт. Мы говорим о том, что мы смотрим разработки и внедряем их, и смотрим, пробуем. Если говорить про чистоту вообще, в принципе, бадов, и в ту же омегу, условно говоря, то да, гораздо проще на рынок... То есть все говорят про омегу, да? Сейчас это мода. Сейчас это мода. Ты можешь просто написать омега-3, и ее купят. Мало кто будет разбираться. Но еще раз говорю, что Evalide для тех, кто вникает. И моя задача как продукт-менеджера, да, как человека, который создает эти продукты, в том числе, сделать максимально удобные взаимодействия с продуктом. То есть пить не 10 пилюль, а одну, если это возможно, это надо сделать. Так же и с омегой. Мы ищем максимально и концентрированную омегу. Да, она не самая дешевая. Но, как я уже говорил, Evalide не для тех, кто ищет самая дешевая, а для тех, кто ищет самая лучшая. Это ключевое, мне кажется, должно быть для человека. Если я ищу что-то лучшее, то я должен уйти и покупать Evalide. Ну, опять, не должен. Хочу. Я хочу купить что-то. То есть получается, вы практически между премиум и средним сегментом. То есть где-то, да? То есть не совсем. Совсем прям премиум-премиум, да, там супердорогой. Я бы сказал, что мы премиум по доступной цене. Доступный премиум. Да, потому что качество наших продуктов не уступает американским, не уступает европейским. Если мы говорим, например, про свидетель функций мозга, то мы поставляем его в 56 стран мира. И людям, которые разобрались в вопросе, мы получаем отзывы, что наш ежовик превосходит по своему эффекту американских производителей, я не буду называть в эфире, тех, кто вообще папой был этого ежовика. И люди переходят с вот этих продуктов на наши. Достаточно лестно, да, наверное, когда получают? Приятно, да. Я понимаю, что мы всей командой работаем не зря. Это восхитительно. И мы отзывы публикуем, в принципе, в группе можно зайти почитать. Они открыты. Люди это просто пишут. Они говорят, мы принимали ежовик от других производителей, и эффекта не было, либо был там слабый. Но ваш – это просто бомба. И такой отзыв не один, не два, не три, а десятки. Ну да, бесспорно. Это кто-то не чувствует вообще ничего. Пьет и говорит, ну я ничего не чувствую. Что ж, такое бывает. Планируются ли какие-то оффлайн вообще активности, мероприятия для Эвалайтов, для тех, кто в Эвалайт? Потому что я знаю, что обычно, когда комьюнити растет, хочется увидеться с теми. Но, опять же, если ты говоришь про людей, которые себя, как бы ты говоришь, я, делаю это для себя, в первую очередь, не для людей. Я хочу среди сооружений видеть таких же людей наполненных, которых застроенных, правильно. Соответственно, я думаю, что каждому такому же застроенному в какой-то момент захочется увидеться с такими же людьми, как-то объединиться, встретиться, ну как в нормальном здоровом комьюнити. Может, какие-то у вас есть видения о том, что это может быть за мероприятие, такие встречи, тусовки, не знаю, как это назвать. Ну, вообще, я не компанейский. Мне нравится одиночество больше. Да. И можно сказать до фрем-фремы. Вакансия комьюнити-менеджера открыта. Вакансия комьюнити-менеджера открыта. Можно сказать, в прямом эфире вакансия комьюнити-менеджера открыта. Наполнись. вакансия конечно конечно это прикольно но это нужно это положительно сказывается на имидже компании на бренде на на людях в целом да и мне есть что сказать мне с чем поделиться и я надеюсь сам на что команда однажды позвонит мне скажет владислав вадимович мы ждем вас великий владислав я хочу сказать им всего четыре слова славься славься великий владислав и я и адрес мне приходит я сразу знаю куда ехать если когда-то ночью тебе приходит сообщение а еще дай бог 100 сообщений пиздаешь просто вы это просто команда реально делать такую тип подарок на рождение и 100 сообщений как везде в инстаграме в теле вот во всем мессенджер которые доступны в твоем телефоне приходит одно и то же такой флешмоб славься когда ты приедешь на эту вечеринку да а мне будет страшно капец но я приеду но ты готов как думаешь но ты же как бы я поймешь ты хочешь я не готов не готов но я приеду не готовый я знаю что возьмешь с собой харизму сексуальность и силу воли нет я же готовлюсь заранее к таким событиям я постоянно я принимаю всю линейку это 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 безопасно переехали не это абсолютно безопасно более того еще раз вечером утром вечером мудренее мы не договаривались еще раз говорю что компоненты подобраны таким образом что каждый продукт усиливает действие другого можно пить по два по четыре по три как угодно но в целом я вот свое ощущение скажу как будто бы мне 14 лет становится но я но у меня сознание вот уже как взрослого мужчины осознанного то есть как будто бы легкость скорость восстановительные все процессы обменные процессы сон нормализуется управлять стрессом легче в целом встречать вот как бы жизненные ситуации и событий наряд проще мне очень нравится я вообще сильно сильно расстраиваюсь когда мне забываю баночку где-то уезжаю куда-то или что-то такое прошу отправить можно нравится можно ли вообще стать зависимым вот эти добавок ну что такое зависимость зависимым когда ты не можешь без этого ну наверное это больше зависит от зависит 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 от типа психики то есть физического привыкания ни один из препаратов из этих не вызывает но вот скажи мне а чек зависит от еды он зависим я хочу в словах подобрать это потребность да вот у человека также есть потребность чувствовать себя хорошо человека также есть потребность в высоком качестве жизни и наши суперфуды отчасти позволяют повысить качество жизни но я думаю зависимость от качество от качественной жизни намного лучше чем зависимость от какой-то гадкой привычки осуждаемо осуждаем правильно же я ходу допустим стараешься да такая привычка человек просыпается я хочу быть богатым я не могу я хочу чтобы моя семья у вас вкусно поела не ищен сюда там собрались если не пошли вкусно но я к тому что вот мир когда люди не могут без качества жизни ты веришь в это все я стремлюсь в этот мир попасть сам опять же я хочу заметить что эффекты от приема вот наших продуктов не исчезает мгновенно после остановки ну вот по моим наблюдениям эффект от активатора иммунитета вот если месяц я принимаю длится еще где-то два-три месяца также от ежовика также от харизмы и сексуальности и но просил воли не могу ничего сказать пока пока не раскрыт но нет я принимаю на постоянной основе но такого чтобы я перестал принимать и что-то заметил не было у меня с как бы силой воли в целом нет проблем я достатечна волевой человек мы сейчас находимся в талии почему вы выбрали офис именно в талии почему вы не сидите в россии л'italia con le sue meravigliose città и паесaggi incantevoli и давяру бэлла о 1387 anni до вы потери шеюре ультру уфи чё сононату кури ухо ухо куде леонардо да винчи и в индикин генерале и комодо интерагире кон и моно сула терра италиана ла руссия ти юдика пер на сэре патриота и в генерале per viver in italia а ты вот не заметил что мы на итальянском разговариваем уже в битый час это же прикольно поэтому нет в целом альянском поговорить в кадре си только это только не си си это на испанском да да ссори си сеньор харизма и сексуальность новая передача есть ключевых два вопроса я оставил на самое сладенькое возможно они тебя подзакопают чуть-чуть но я хотел бы все таки чтобы зрители вместе с тобой так же как ты раскопались раскопались два копались солнышко давай почему людям нельзя купить его лайт почему нельзя взять просто воспользоваться но вот я знаю ты убежден что нельзя покупать его лайт да я честно говоря даже писал об этом на многих заборах во флоренции не покупайте его не покупайте его лайт ни при каких обстоятельствах я не хочу чтобы его лайт покупали я всем рекомендую не покупать его лайт потому что если даже я не порекомендовала человек этот выбор сделал это совершенно точно его осознанный взрослый выбор он как такой лайт как не покупать а я пожалуй куплю вот я чувствую я знаю что это нужно и тогда это совершенно точно именно то что ему нужно его тело его внутренние порывы они не могут его обманывать если даже сам производитель горит не надо а ты все равно идешь это значит ты точно знаешь что это будет полезно или предполагаешь или то есть это твой осознанный шаг на пути к повышению качества жизни даже если он окажется даже если он не будет иметь того эффекта который ты ожидаешь а как правило ожидание реальность но редко совпадают но ты все равно ты проявил волю и сделал шаг на пути к повышению качества жизни это супер похвально и именно таких людей мы называем его лайта my потому что как я еще раз как я говорил ранее человек который работает над собой который строит внутри красивое пространство красивый дом замок да то может быть небоскреб он часть этого небоскреба построена передает своим детям и можно не нужно его строить при уже украшать развивать и так далее а я хочу чтобы через три поколения мы получили супер людей правильно которые знают что такое синергия которые заинтересованы в развитии социума которые заинтересованы в развитии на друг друга в развитии этики какой-то морали в целом мне бы хотелось чтобы мои внуки и правнуки жили в лучшем мире кликбейт три причины не покупать продукты эволайт это очень дорого это максимально эффективно и не позволяет остаться в прошлой жизни с тем дерьмом с которым вы были с новым дерьмом не ущит и четвертое этого мало и если вы купите другими достанется честно говоря звучит horrible смех внутрь хорошо еще один кликбейт три причины жить лучше с эволайт жить лучше с эволайт три причины я уточню вопрос жить с эволайт или лучше с эволайт лучше с эволайт лучше с эволайт конечно я согласен три причины для лучшей жизни три причины для лучшей жизни вот я просыпаюсь и понимаю что хочу поменять и понимаю что но я хочу лучше чем то что я вижу ну я считаю что качество жизни равно я почему спрашиваю потому что человек который создает продукт для лучшей жизни и стремится после жизни я не могу не спросить а зачем три причины зачем зачем это нужно первая причина это я автора и все мои друзья шутка шутка на меня твоя болезнь перешла вчерашняя единственная на самом деле причина для лучшей жизни она внутри человека я тебя три причины для того что ну для лучшей жизни это гаши единственная причина и так три причины для лучшей жизни я просыпаюсь я хочу лучше жизнь я не могу больше когда не понимаешь зачем да я бы сказал не лучшей жизни от три причины повышать качество жизни первая причина это безупречное здоровье качественная жизнь не разрушает системы организма дополнительно у нас и так достаточно природных факторов которые начиная там от окислительного стресса заканчивая просто физическими да какими-то влиянием солнца и радиации солнечной вторая причина это всеобъемлющее социальное влияние человек качество жизни которого высоко притягивает других людей как магнит ну я думаю ты сам это наблюдал просто уделяешь внимание качеству своей жизни это влияет на твое внутреннее состояние люди его считывают к тебе тянутся да это заметил кстати и не очевидная третья причина это исследование себя как части этого мира когда качество твоей жизни высоко ум начинает работать таким образом не как потребитель а как исследователь это некая другая чистота получается это принципиально разный подход это критически критическое воспринимание входящей информации фильтрации информационных потоков отслеживание загруженности информации ума и в целом целью исследования является какой-то вывод который позволит улучшить еще больше качество своей жизни или качество жизни других людей и именно этот фактор двигает эволюцию социума условно говоря исследуем вирусы получаем лекарства меньше болеем качестве не живем но только качество жизни позволяет человеку задуматься о том чтобы исследовать если качество жизни низко человек думает только о том как бы его повысить и это три причины глобальные повышать качество своей жизни еще раз безупречное здоровье всеобъемлющее социальное влияние и возможность посвятить свою жизнь служению социум через исследование есть отлично хороший 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 сейчас тренд обучаться заканчивается и сейчас идет новый тренд это развивать свое видение и мышление как продукт его light может в этом помочь человеку который решил прокачивать свое видение наконец-таки потому что как я понял на логотипе не глаз нет а мир а а мир а а мир базовый единиц материи с точки зрения ферродинамической картины мира который я придерживаюсь я ее не пропагандирую но я лично ее придерживаюсь и как бы результаты моего как видения вот покажи что можешь вот вот что могу мышление и видение как-то можно задействовать в развитии употребляя я приду пример да например у меня есть друг который участвовал в тестах и он заметил что те решения и и как бы вот который он выбирает из всех возможных вариантов не приводят к росту не приводит какой-то динамики то есть у него был такой звук я как в болоте чего бы я не делал я топчусь на месте у меня не получается что делать игру я понятия не имею что делать кстати мы из рук и ежовик придумали давай попробуй через полгода он вышел из операционки практически полностью своего бизнеса переехал на бали мы с ним полгода жили на бали потом он вернулся перестроил компанию полностью начал заниматься йогой у него там появилось время и я говорю игорь анат в чем прикол как так да он будет слушай я как-то так какие-то вариантики появились как-то вот говорит я увидел что-то я просто когда говорят видение да вот эти все термины не технические мне очень трудно отвечать что каждый под видением понимает свое да кто-то видение понимает как вот физическую картинку кто-то понимает какую-то эзотерическую да у я видящая мать но кстати у нас много астрологов покупает усидели функции мозга и говорят что легче работать со схемами не реклама а факт если говорить о видении как о результате работы нервной системы то безусловно чтобы получить новое расширенное видение нужно под это расширенное видение прокачать инфраструктуру то есть расширить нейронную сеть обеспечить эту нейронную сеть питанием обеспечить эту нейронную сеть подводом крови отводом токсинов которые появляются в результате деятельности жизнедеятельности клетки и с этой точки зрения как раз инфраструктурное решение усилитель функции мозга ну оно в разы ускоряет появление нового видения просто технически физически вы на старых микросхемах новую игру не увидите человек который в точке b имеет другое видение имеет другую нервную систему другие нейронные связи другие взгляды другие знания и прочее но это все появляется в результате пути и вот этот путь мы можем сократить применяя усилитель функции мозга принято очень доступно и понятно по факту это как вот ты рассказывал пример приводил это как вызвать просто такси до комфорт класса плюс и доехать до нужной тебе цель да да ты заплатишь денег да но ты быстрее ты скажешь время сохранить время не сэкономишь сохранишь хранит для себя для себя потому что в том состоянии которым дойдешь в комфорт плюс тебе и захочется дальнейшие шаги делать да и видеть свои шаги то есть как говорят надо не сэкономить на больше денег попробовать заработать например увидеть а лучше золото а лучше золото крайне крайне так скажем крайний пиксель который я хотел бы обсудить немножко разобрать во-первых благодарю тебя ты очень помог разобраться во всех этих суперфудах да теперь мне стало понятно что это не суперфуд а очевидная доступная реальность которую человек может просто взять и построить себя изнутри сам сам чтобы получить внешний результат что внутри то есть наружу и я подозреваю что здесь сразу формируются целевые группы ты когда все это рассказал ну я понимаю это слышал и понял что это спортсмены да следили волю например там да какие-то ну люди которые занимаются спортом да ну вообще в целом занимаются процессом достижения чего-либо да результаты какого-то мне пришло еще сразу как-то это люди которые ну например модели актеры да 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 на публике которые много на публике блогеры блогеры кстати всем блогерам я эту вещь порекомендую всем своим ученикам потому что я работаю с блогерами чаще всего как раз таки харизмы сексуальности не хватает не хватает вообще не хватает целом вот очень сильно круто раскрыл эту историю спортсмены айтишники достигаторы до модели блогеры певцы музыканты в целом семьи да да вообще все все вообще кто не хочет болеть просто если кто-то хочет болеть не покупайте активатор иммунитет я бы против на все еще раз говорю на всех не хватит и конечно же те кто учатся и постигают гранит науки студенты школьники потом еще ну все преподаватели те чья деятельность связана с активной умственной нагрузкой помимо из неочевидного у нас очень много игровых команд покупает усилитель функции мозга потому что отмечает что тренироваться вот именно в киберспорте киберспорт вот и разу подумал про киберспорт сразу подумал даже прям просто ну это прям комбо да сила воли да и усилитель функции мозгу ребята киберспортсмены ну не гоняйте как говорится пацаны вас дома ждут да вообще и того мы получаем крепчайшую базу это тотальная база то есть в целом это необходимый и достаточный набор суперфудов чтобы почувствовать себя супергероем мегаполиса пептиды будут мы смотрим в этом направлении но недостаточное исследование еще и все-таки можем надеяться ждать все-таки пептиды напрямую влияют на рецепторы клеточные а у нас компоненты подобраны таким образом что они входят в синергию с основной системой и она сама себя начинает выстраивать то есть у нас организм сам себя построил мы же все были сначала маленькие как женька а сейчас большие как арсений борисович вот такие все будут да но это достойно мне кажется достойно покажем фотку арсений борис у ля ля харизма и сексуальность вот вы откуда взяли да слоган но тут все понятно без этого смотришь секундочку асмр а тайской жабочки как вы сделали тайскую жабу из своих баночек это удивительно это пасхалка куда ехать ты знаешь тайская жабка ребят если вы до сих пор сомневаетесь в себе то аризма сексуальность если вы до сих пор чихаете и не можете наконец-то чихаться и думать что сама все пройдет иммунитет если вы занимаетесь тем что вам не позволяет достичь помощью вашей так себе мотивации да и в целом не хватает силы воли третья баночка и если вам хочется чем-то научиться достаточно эффективно в это вникнуть и в это влюбиться усилитель функции мозга вот это было потрясающе ну прям потрясаю я думаю что мы даже разыграем эту умную шоколадку да да разыграем комплект давайте разыграем комплект умной шоколадки для тех кто напишет свою историю в комментариях и то с чем он не может справиться то что может перепробовал многие вещи и еще до сих пор не попробовал продукты от эволайт мы разыграем прям комплект да можно может так говорить разыграем прям вкусный комплект там вот такая будет коробочка специальная из подарочная коробочка в нее положим самое необходимое новейшие да да кому-то может даже сеченок достанется кстати пишите который корей купить невозможно просто купи да пишите ваши истории пишите то с чем вы не можете справиться и думайте в сторону того а нужна ли вам эта лучшая жизнь может быть может не нужна может быть не нужна это был валит по-прежнему мое имя на коробку компания эволайт и если вы еще не подписаны на этот канал на этот подкаст на меня на владислава смелее подписываемся в телеграм-канал и вперед за умным шоколадом потому что скоро еще будет так подозревают и мармеладки сахарные колечки баранки ну собственно завод канфил что за интеграция канфил позвоните мне ну что ж мы не против спасибо это было офигенно благодарю харизма и сексуальность а помню